Останки 35 красноармейцев обнаружили поисковики в Одинцовском округе. Работы проводились недалеко от деревни Сивково, где по архивным данным находилось санитарное захоронение. Когда начались работы, кто принимал в них участие, об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Антон Кузнецов, председатель регионального совета поискового движения России в Московской области. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Антон, если мне память не изменяет, то прошлый поисковый сезон вы начали именно в деревне Сивково. Откуда у вас появилась информация, что там может находиться санитарное захоронение? Все верно. Действительно, в прошлый сезон у нас состоялись там работы. Ввиду пандемических условий все это было в таком ограниченном формате, очень сильно ограниченном. Поэтому мы продолжили и закончили уже в этом году. История началась она в далеком уже 2018 году, когда один из сотрудников комитета по культуре вспомнил, что в детстве, в каком-то совершенно нежном возрасте, водили за ручку детей из Голицына на какой-то памятник в лесу, в районе Бутыни. То есть, Бутынь, перейти дорогу, и, значит, в лесу был памятник. Ни по каким реестрам, ни по каким нашим каталогам, ни Комитету культуры, ни по нашим данным, там ничего нет, никакого памятника. Ну, а воспоминания есть, да? Просто так такое не бывает. Давайте съездим, давайте. Поехали. Выехали на место, действительно, там через Минское шоссе перейти от деревни Бутынь, лесной массив, там чуть дальше дача, чуть дальше деревня Сивково, кладбище там находится. И там за кладбищем где-то метров 500 в лесном массиве, совершенно глухом, заваленным там попавшими деревьями, бурьян выше головы, торчит действительно стелла, металлическая стелла, памятник, там написано памяти павших. Все, что это такое? То есть, непонятно, к чему это относится, такой памятный знак, почему он здесь посреди леса, ни дорог, ни путей туда нету, какие-то старые там венки стоят, причем с надписью от администрации. Стали выяснять, то есть, вот почему так долго эти работы проводились, потому что мы действуем строго официально, строго по регламенту, стали выяснять принадлежность, что это может быть такое. То есть, опять-таки, ввиду того, что в администрации местное, это Голицынское территориальное управление, там несколько раз сотрудники ответственные за такую тему, они менялись, никто не в курсе, никто не знает. Сам лес принадлежит лесничеству Министерства обороны, там тоже ни сном, ни духом, что это такое. А местных дачников попросили, тоже никто не знает. Помогли как-то, в общем-то, архивные данные, которые сейчас доступны прямо онлайн, на общедоступных базах данных Министерства обороны, подвиг народа, память народа. Начинаем изучать информацию с привязкой к населенным пунктам, выясняется, деревня Бутынь, деревня Сивково госпитальные захоронения, не санитарные, а госпитальные. То есть, в годы Великой Отечественной войны, это был тыловой район, там боев не было, но вот возле Минского шоссе, там действительно находился полевой госпиталь, и мы нашли место, где он стоял. То есть, недалеко от этой стрелы, действительно, в ходе разведки, тоже в лесу удалось найти старые заплывшие котлованы от таких вот сооружений, где он находился в полевых условиях. То есть, это не блиндажи полноценные, с крышей были, это был котлован, над ним какая-то палатка ставилась, там печки. И полевое исследование в этом месте с металлоискателями, там раскопки, оно выявило действительно находки, связанные с военно-полевой медициной. То есть, там были и инструменты, и шприцы, и разные шины. То есть, сомнений никаких нет. Сомнений никаких нет. Нет, вот он, госпиталь, и, значит, вот памятник. Но почему же он заброшенный, совершенно непонятно. И, соответственно, мы эти работы перенесли на уже следующий сезон. В конце 2019 года мы согласовали проведение там полевой поисковой разведки. Вот. Значит, какая логика? Логика, вот памятник, вот перед ним там какое-то подобие клумба, и там вроде как есть какой-то провал. Щуп поисковый, который туда втыкали, он ничего не дал, потому что плотнейшая глина, как бы ничего не понятно. Надо вот действительно раскапывать, проводить полевое исследование. Шурф, такую большую яму, чтобы вот, ну, визуально все там по слоям посмотреть. Приехали, стали раскапывать, и обнаружили, что перед памятником, в общем-то, вот в этой яме какие-то остатки старого памятника, какие-то куски кирпича, бетона, вот, и пустота. И первое предположение, оно такое самое логичное. Вот она была могила, ее перенесли, и яму просто закидали, вот по какой-то причине не снесли памятник. Такая была логика. И, в общем-то, мы на этом вроде как успокоились, на этой истории, потому что такие события, они очень часто бывают. То есть, забывают там снести, демонтировать памятник, а захоронение... Там крупняли захоронение, да, перенесли. Да, в 70-х, 80-х годах это могло состояться, документов нету. Вот, и перенос мог состояться. Ну, как бы, да, исследовали, уехали, а душа как-то не на месте. Ну, там, созваниваемся, давайте еще. Надо сказать, что принимали участие в этом, но большинство поисковиков Одинцовского городского округа, это и поисковый отряд Китиш Водинцова, который я возглавляю, и самое активнейшее участие приняли из Корсознаменской поисковики, молодежно-патриотический клуб Азимут, Бочкаров Алексей Викторович его возглавляет, и поисковый отряд Вымпелс в Ласихе, Олейник Владимир Николаевич его возглавляет, тоже принимали участие в этих исследованиях. Собрались, приехали, еще раз стали вокруг, на расстоянии закладывать шурфы. И за памятником на небольшом расстоянии, на небольшой глубине нашли останки, человеческие, в очень плохом состоянии, там глина, сильная обводненность, и из-за этого все очень плохо сохраняется. Но нашли там остатки красноармейского снаряжения, и человеческие останки очень странные. Они были очень изящные, тонкие, и мы предположили, что это девушка. Действительно, по архивным данным, там действительно одна девушка в госпитальном захоронении числится. Так сказать, эти останки, они были изгумированы для дальнейшего перезахоронения, стали исследовать вокруг, и пошли находки еще. То есть, в итоге, при обследовании вокруг этого памятника, там, в радиусе 30 метров, было найдено еще пять ям, в которых находились человеческие останки. Это останки красноармейцев, погибших от ран. Вот нашими методами исследовательскими, военными археологией, когда все это тщательно раскапывается, совочком, щеточкой, все фиксируется на фото, как это лежит, какие предметы, мы совершенно четко видим остатки красноармейского снаряжения, там, ремонии, там, пряжки, значит, пуговки, крючочки, какие-то личные вещи, там, кошельки, там, еще что-то. И, самое главное, вот эта медицинская тематика тоже присутствовала. То есть, у очень многих, там, захороненных в этом госпитальном заброшенном захоронении были, кстати, проволочные медицинские шины, которые при переломах, при повреждениях накладываются. То есть, тогда технология была такая, что вот не гипс накладывали, а проволочную такую сетку. Вот, это все очень характерные вещи, они, вот, фиксируются. Ложка солдатская. Уже вторая. В лесу возле деревни Сивково оживленно работают поисковики. Первый выезд сюда состоялся неделю назад. Проверяли информацию от местных жителей. Здесь обрели покой солдаты Великой Отечественной войны. Сначала исследовали землю перед памятником. Результат неутешительный, пусто. Есть вероятность, что останки все-таки перенесли. Работу по укреплению захоронений проводили в 60-70-х годах. Пусто, пусто, пусто. А вот за памятником и чуть в стороне, на глубине 60 сантиметров, одиночное захоронение, останки человеческие. И мы видим, что это останки большой доли вероятности женские. По базам данных Министерства обороны установили. Это Лидия Попова, прожектористка 1-го прожекторного полка. Скорее всего, стала жертвой авианалета противника в районе Кубинки 5 сентября 42-го года. Провела две недели в госпитале, но медики оказались бессильны. Мы выяснили, что на братской могиле, в деревне Сидоровская, в нескольких километрах отсюда, значится ее фамилия и инициалы. И в паспорте захоронения она числится туда перенесенной. По факту мы видим вот такую картину. В паспорте захоронения в Сидоровском значится еще 15 умерших от ран в госпитале бойцов, останки которых перенесли. А вот только по документам или на самом деле, теперь пытаются выяснить поисковики. Вот яма старая, длиной 2 метра. Вот откуда она, в лесу. Знатоки истории говорят, во время битвы за Москву это была передовая. Из деревни Акулова красноармейцы отступили сюда, под Бутынь. Здесь же забрежил и рассвет победы. Наши перешли в контрнаступление. На этот период и приходятся основные потери. А госпиталь как раз и располагался там, где сегодня работают поисковики. Где ель завалена, там был вход. То есть, сами понимаете, какое. Сейчас оно как бы завалено немножко, но четко границы мы видим. Наблюдаем просто. Представьте себе, каких размеров это было. То есть, и это была зима, декабрь, ноябрь-декабрь как раз сюда отступили наши ребята, откуда потом пошло наступление. Солдатские ложки, пряжки, гильзы, помпа от шприца. Лес под Сивково хранит много воспоминаний о Великой Отечественной войне. Но самое главное, поисковикам удалось найти неучтенные захоронения. Одно массовое и три одиночных. Детальные их изучения отложили до следующей экспедиции. В итоге, по вот этому массиву работ за два сезона, там были подняты останки 35 человек. По данным архива, там числится 70. Куда же делись остальные? И вот, собственно, мы опять-таки в ходе вот этого полевого исследования находили провалы от старых ям. И их тоже скрывали. И мы видели, что это, видимо, тоже были захоронения, но они пустые. Мы их все-таки перенесли, вероятно. Часть, да. То есть, это было такое крупное госпитальное кладбище, где были там одиночные захоронения, значит, групповые. И по какой-то причине начали работу по переносу, и по какой-то причине, мы не знаем, по какой, ее не завершили, ее не закончили. Но ряд ям совершенно четко нам говорит о том, что, да, здесь было захоронение, оно перенесено. То есть, там перемешанный грунт, там нет останков, но назад туда сброшены куски шинели, там, опять-таки, те же ремни, какие-то там кошельки тоже находили. То есть, вот назад закопано в таком виде. Поэтому, по большому счету, поисковики просто навели порядок. То есть, никакой особо великой заслуги нет, что найдено какое-то новое воинское захоронение, нет. Мы просто завершаем то, что по каким-то причинам, нам неведомым, много лет назад было не завершено. И что самое интересное, вот эти люди, красноармейцы, погибшие от ран, в этих госпиталях, захороненные в этих могилах, они числятся перенесенными. И их фамилии выбиты на ближайших братских могилах. Там на Кобяковском кладбище и в деревне Сидоровское. То есть, там братская могила на окраине, она сейчас относится уже к Заток Краснознаминск. И именно с администрацией Заток Краснознаминск достигнуто заглашение о захоронении этих останков с почестями перезахоронения, переноси туда, где уже числятся их фамилии. Поэтому в наших условиях никакое численное увеличение захороненных по документам уже не будет проходить. И фамилии никакие новые мы не устанавливаем. То есть, да, устанавливать ничего не придется, все известно. Столкнулись с странной позицией местных дачников. Был весьма удивлен. То есть, там 50 лет этот памятник стоял, никто там его не касался. А тут как бы поисковики начали какие-то действия. В общем-то, люди стали возмущаться, что вы тут раскапываете могилы, надо все оставить как есть. Мы сюда там дорожку проложим. Значит, ну, это странная позиция. То есть, какое-то желание иметь под боком личный памятник, которому никто почему-то до этого не касался. У нас есть действующие законодательства. А памятник планируется убрать? Разумеется, его надо демонтировать. Там уже больше ничего нет, никаких захоронений. Памятник, он весьма такого качества, ну, прескорбного, как бы там, наляпан от руки краской надпись. Ну, как бы состояние такое. У нас есть законодательство, да, Российская Федерация, по которой воинские захоронения вновь выявлены, и они должны, а это не вновь выявлено, это уже, так сказать, когда-то было принято решение о переносе. Там или благоустроится, или переносится на усмотрение администрации, которым муниципалитет отвечает за все воинские захоронения, за их охрану, благоустройство. Зачем муниципалитету там в каком-то лесном массиве возле каких-то дач тянуть подъездную дорогу, да, в лесу, значит, к тому, что давно уже должно было перенесено, быть, и чистится. Это первый момент. Второй момент, технический такой. Второй момент, извините, это были живые люди, у них там многие были семьи, и у них есть родственники наверняка живые. И скажите мне, вот как я отвечу родственнику, где захоронен их родной солдат? То ли он в лесу лежит, да, то ли там, где выбита фамилия, да, его уже перенесли, то ли там, где, значит, дачники решили, значит, оставить тут это. Вот, ну, попытались объяснить, тем не менее, мы действуем как бы по своему регламенту, мнение как бы окружающих, оно может остаться мнением окружающих, мы попытаемся объяснить свою позицию. И это на минуточку те дачники, которые, в общем-то, даже не особо были осведомлены, что там находилось, что там было в годы Великой Отечественной войны, потому что информацию не могли дать. Но, тем не менее, мы, так сказать, постарались прийти к какому-то консенсусу, там, что, уважаемый товарищ, можно же, вот, у вас есть здесь вот эти землянки госпитальные, это тоже место памяти, да, но почистите их, в конце концов, там, они тоже в завалах, там, завалены мусором дачным каким-то строительным, почистите, повесьте табличку, да, потому что эти люди, они вот здесь умирали в этом госпитале. И в этом госпитале, в годы войны, там, зимой, под бомбежками, военные медики, там, кому-то спасали жизнь, а кому-то не удалось спасти. Вот оно, место памяти, пожалуйста, проявите инициативу гражданскую. Вот, все останки эксгумированы, переданы по акту в администрацию Заток Арсензаминск, 22 июня в 12 часов дня состоится их торжественное перезахоронение, создание воинских духовных почтей, ну, в том месте, где они должны уже лежать были давно. Антон, вот что это, такая поисковая интуиция, да, потому что первые выезды, результаты-то никакого не дали, но вы, тем не менее, продолжили искать. Какая-то, я не знаю, там, мистика, не мистика, какое-то ощущение. Я думаю, можно мистифицировать, конечно, вот эту тематику, все, что связано, там, со смертью, с кладбищами, там, с гибелью трагедии людей, можно это мистифицировать, а можно это, вот, действительно, какой-то интуицией и опытом, который подсказывает, как надо действовать, вполне логично и материально объяснить. Мы зацепили, значит, при расширении, видимо, госпитальные захоронения, и на тот момент там работы вести было нельзя, и пандемические условия, и условия, там, дорожные. Там, в этом сезоне планируем вернуться туда с разведкой, скорее всего, тоже какие-то госпитальные захоронения будут обнаружены. По какой-то причине они, вот, оказались без памятников, оказались неперенесенными, тоже будем разбираться, выяснять. Что еще в планах на этот сезон? У нас с вами, кроме 22 июня, который, День памяти и скорби, традиционно поисковики проводят акции у Вечного огня в Одинцово, у других памятниках, мы планируем у Вечного огня, как обычно, в 4 часа утра прийти на, всех приглашаем, прийти на гражданскую акцию свеча памяти, в 4 часа утра зажечь, хотите к Вечному огню в Одинцово, хотите к ближайшему памятнику, хотите просто, там, поставьте будильник, проснитесь на окне, зажгите свечу памяти. Не готов доложить, будет ли какой-то городской митинг, но мы традиционно возле Вечного огня в Одинцово проводим выставку находок поисковых отрядов, устанавливаем передвижную общественную приемную «Судьба солдата», где у нас специалист может подсказать, помочь с уточнением судьбы военнослужащего, можно будет обратиться. И мы проводим акцию «Вспомним всех по имену». Открытый микрофон, у нас подготовлены карточки с именными данными тех людей, которые захоронены в братской могиле в городе Одинцово, где Вечный огонь у нас, и мы будем читать вслух их имена. Акция, она тоже, я подчеркну, открытый микрофон, можно прийти и прочитать имя своего родственника, погибшего в Великой Отечественной войне. Можно просто в качестве волонтера подключиться, прийти почитать карточки, которые мы дадим. Обычно волонтеров бывает много, и люди окружающие тоже присоединяются и выходят и читают. То есть, вообще в этот день у нас много где в районе состоится памятных мероприятий. Вот я уже упомянул карснознамецкие захоронения. Я знаю, что захоронение будет останков карсноармейцев в Кубинке, найденных в предыдущие поисковые сезоны. И следующая у нас такая памятная дата, связанная с Великой Отечественной войной, это 29 июня, это день партизан и подпольщиков. Это будет будний день, поэтому мы к этой дате решили приурочить 26 июня, это выходной день, поход по местам партизанской славы. Мы уже проводим традиционные мероприятия, несколько лет в связи с пандемией в прошлом году, тоже так в ограниченном формате. Мы приглашаем всех желающих принять участие, пойти с нами в поход на настоящую партизанскую базу русского партизанского отряда. База настоящая, в болотах, лесах, до нее идти 4 километра. В босоножках не дойдешь? Да, от ближайшей деревни Андреевская мы стартуем. И, в общем, таким походом идем по памятным местам. Там есть памятник на предполагаемом месте гибели комиссара партизанского отряда и начальника разведки Солнцева Сергея Николаевича. Мемориальная часть, то есть мы всегда возлагаем цветы, там зажигаем свечу памяти, рассказываем вновь прибывшим, кто не бывал еще в этих местах, в этих событиях. И дальше идем уже на партизанскую базу. В комсомольские годы это место памяти пытались как-то восстановить, тоже посещать. Там установлена памятная стела, очень серьезно сделанная. Там остатки восстановленных землянок и такой партизанской избушки. И, в общем-то, мы тоже там всегда стараемся совмещать с таким субботником, немножко приводить все в порядок. Всех желающих приглашаем впечатлением масса, потому что по лесу, по заболоченной местности, действительно на настоящую партизанскую базу, которую без проводника не найдешь. Место планируется для постановки на охрану как место памяти. Место планируется исследовать в рамках поисковой экспедиции. То есть, там была разведка, действительно обнаружили там настрел немецких боеприпасов. По историческим данным, немецкие войска, вот этот партизанский отряд, который очень сильно их беспокоил, прям очень сильно наносил урон в тылу, они, в общем-то, его разгромили, выяснили, где находится эта база, большими силами окружили и, в общем-то, уничтожали. Поэтому не исключено, никаких документов, в общем-то, архивных по этому поводу нет, не исключено, что в ходе поисковой экспедиции будут найдены герои-партизаны, которые там в лесу до сих пор находятся. Защищались. Спасибо большое, Антон, что пришел к нам сегодня в студию. Ну, удачи в этом поисковом сезоне, чтобы, может быть, еще какие-то бойцы, наконец, обрели заслуженный покой, так, как это полагается. Спасибо. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...